В конце мая о десятках обманутых пенсионеров говорили каждый день. По телевизору писали в интернете. Пенсионеры сами на улице пересказывали друг другу эти истории. И казалось, все тогда усвоили урок. Но нет, новые случаи обмана повторились как под копирку. Вот как это объясняют психологи. Мошенники не случайно выбирают именно пенсионеров, говорят специалисты. С возрастом у людей снижается критичность мышления. Трезво оценивать ситуацию бабушкам и дедушкам сложнее. Плюс привычка доверять окружающим – черта абсолютного большинства стариков. Это значит, прошло два месяца, о мошенниках они забыли и снова легко попали на удочку незнакомцев. Чувство доверия к обществу у пожилых людей гораздо выше, чем у нас. А аферисты чаще всего представляются представителями правоохранительных органов, социальными работниками, может быть, представителями СОБЕСа, медсестрами, врачами из поликлиники. Поэтому, конечно, уровень доверия здесь, конечно, возрастает. И пожилые люди могут верить этим мошенникам, которые представляют себя такими значимыми людьми для них. Еще одна причина. Придумывая новые схемы, мошенники давят на чувства пенсионеров. Пожилые люди нередко чувствуют себя одинокими и часто живут отдельно от родственников. Когда раздается звонок и на том конце провода говорят, что сын или дочь попали в беду, пенсионер впадает в панику. Мошенники именно этим и пользуются. Мошенники, конечно, ситуацию моделируют так, что решить проблему может только он, пенсионер, в данный момент, сегодня и сейчас. Ну и пенсионеры, бабушки, дедушки могут даже почувствовать в этой ситуации себя героями-спасителем своих родных и близких людей. И чувства чаще всего пересиливают разум. И мошенникам, конечно, пенсионеры верят. Универсального средства защиты от мошенников нет. Схемы меняются всегда. Специалисты советуют чаще звонить своим пожилым родным и чаще напоминать, как распознать мошенников и их уловки. Обязательно надо договориться, что по поводу любых крупных трат они советовались с близкими, с семьей или с друзьями. Постараться в телефоне забить номера, подписать все номера, которые близкие люди могут позвонить вам. И стараться не брать те номера, которые вы не знаете. И еще предупреждают психологи. Жертвой мошенников стрессовой ситуации может стать любой человек, не обязательно пенсионер. Поэтому каждому из нас нужно критично оценивать обстановку и обращаться за помощью к близким.